Перед началом ролика не могу не упомянуть о своём генеральном спонсоре, FanPay, с которым сотрудничаю более года. Огромный спектр услуг, низкие цены и богатый ассортимент. Ссылка в описании. И если скорость загрузки видосиков на ютубе вас не устраивает, то предлагаю вам свой канал на Дзене. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа. Новая неделя, новый лут. Два квадратика в рейдах и пахальных было получено на ДК также. Четыре босса в мифике убито. И, конечно же, три квадратика в мифик плюсах. Восемь десяточек было закрыто. Посмотрим, что выпадет. Значит так, мне нужна бисовая рейдовая неко, мне нужны нормальные болванки, тринкет, кокон саракары. Пойдёт, я думаю. Что-то выловим хотя бы, и будет всё замечательно. Открываю. Посмотрим, что в итоге будет. Релье, 639-е, кокон. Найс. Ну, теперь давайте рассматривать весь этот лут абсолютно. Шапка в виде болванки, никчёмная. Тринкет с самоисцелением, юзабельный. Да, вроде бы круто, замечательно. То есть он хорош сам по себе. Но как будто передатчик он всё равно лучше, он всё равно интереснее и эффективнее. Кокон. Идеальный тринкет соло-таргет, хорошо дающий ДПС и разгоняющий мейнстат. Крылья, плащ с критом, уникальный, редкий. Крит вообще не нужен анхолику. Просто ноль пользы. Текущий анхолик играется без крита и без универсальности. Далее, это что? Ботинки, которые падают с второго босса. Ботинки круто. Ботинки это у меня самый слабый слот по item-левелу. Просто 613-е даже не падают с мифик плюсов. С рейда как-то не выпадают. Но, похоже, тут просто будет браться кокон. Подумаю, посмотрю ещё. Гляну, что выпадёт монаху. Мы продолжаем ходить к героям рейда. Монахом я хожу, отказываюсь от всего лута. ДК-шкой я хожу, беру весь лут, который мне нужен. Сила сплитрейдов нереально мощная. Открываем, посмотрим, что вообще выпадет в этой героик-полоске. Сеттик, какие-нибудь редкие, может быть, предметы. Ого, передатчик с избеганием. Вау. Это круто, конечно, интересно довольно-таки. А нужно ли это монку? А я не знаю даже на самом-то деле. Плечи не нужны. Однаручка вообще не нужна. А взять реально передатчик, юзать его ещё и на монке дополнительно. Мощный изабельный ринкет. А мощный ли он для монаха? Сейчас посимим. Пишем команду симк чат. После этого вытягиваем код персонажа, вставляем его в сайт RaidBots во вкладку Top Gear. И там выберем этот передатчик. 616 передатчик по отношению к 606 сыворотке даёт плюс 16000 ДПС. Но, скорее всего, из-за того, что это полутора минутка, нужно дожидаться до второй минуты и прожимать вместе с тигром. Скорее всего, так. Ну, окей, я возьму передатчик. Реально, почему бы и нет. Просто забираем его. Экипируем. Его ещё можно проапать. Буду его юзать по КД. Быть может, вылезет моб, при убийстве которого будет выдана игрушка. Может быть, повезёт когда-нибудь. Я думаю, точно повезёт. Вот и всё. Виклилут открыт. Кину вам небольшую интересную идейку. Если у вас имеется 619-я вещица, крафтовая, то не торопитесь апать её до 636-го. Быть может, те гербы, которые вы потравите в зачарованный герб, выгоднее будет слить в апгрейд какой-то вещи. Подумайте об этом. Посимьтесь. Тринкеты, конечно, выгодно апать. Тут бесспорно. Но торопиться с улучшением крафтового плаща? Нужно подумать. Всех вам благ. Счастья, здоровья. Берегите ноги, моете руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.